Новогодняя ярмарка Новогодняя ярмарка Новогодняя ярмарка орехом со вкусом ежевики клубники граната а вот это это фруктовые улитки это опять же таки более вязкий луку но там нет орешков там просто вот фруктовый сок лимона клубники яблоко классический почем вся эта радость это все 120 килограмм абсолютно да если конечно там человек покупает полкилограмма мы делаем хорошие скидки то есть вы слышали что сказали тут хорошие скидки так что приходите а я вам еще покажу вот для детей наверное вот это будет вкусно это тут кисечка такая почем абсолютно они по 20 гривен все 20 гривен а вот смотрите вот еще вот еще есть дед мороз сейчас снеговик покажу вот такой вот снеговик и все это стоит 20 гривен используется натуральные красители консерванты то есть действительно никакого вреда ребенку они не принесут если допустим взять аналоги там китайских и турецких производителей там действительно очень много химии а с этими леденцами мы работаем уже очень давно и как бы ни у кого никаких не аллергии ни претензий к этому товару не было то есть как будто они по крайней мере хоть дают какие-то документы на эти леденцы что очень бы сейчас редко слышали это можно кушать это безопасно для детей так но мы пойдем дальше кто любит восточные сладости пожалуйста приходите 120 гривен килограмм тут еще оказывается делают скидки приходите покупайте а мы пойдем дальше посмотрим что есть спасибо новый год без конфет это как бы не новый год подарки мы вот подошли следующий киоск палатка тут продают конфеты здравствуйте расскажите пожалуйста откуда и что почем а по 3 по 39 но мы видим это да но у нас есть телезрители которые они не видят они просто слышат поэтому расскажите пожалуйста что еще раз ну у нас тут лукасы по 85 гривен идут житомиры у нас идут по 75 вот такие идут конфетки у нас по 69 деда морозенький почем деда морозенький по 11 по 18 вы уже чувствуете новый год нет людей нету денег нету людей то есть торговли еще нету такого нету сильнейшего вообще ожидаете надеемся надеемся вообще слабенько да люди приходят слабо слабо а что вы еще предлагаете ну все еще подарки предлагаем шоколадки почему новогодние подарочки ваши вот смотрю домики снеговички он хрюшки даже есть да если у нас хрюшки по 50 есть домики вот такие по 150 и саночки по 75 вот и такие по 54 хрюшки хрюшечка сколько вы сказали 54 гривен сколько здесь вес что за фабрика спасибо пожалуйста пойдем мы дальше посмотрим что есть еще мы подошли дальше тут так здравствуйте я вас поздравляю с наступающей минуты спасибо как дела нормально потихоньку вы уже свободный пенсионер да и как и как ой скучаю хотите обратно хотите обратно да пожалуйста обратно хотите уже старенький уже куда обратно тема тема мы ходим на рынке гуляем почем вот спрашиваем готовы ли вы к новому году готовы как всегда ходите гулять собираетесь немножко да за одно день рождения нужно правильно я вас поздравляю спасибо продолжим с татарбунарскими колбасами здесь предлагают я очень их люблю они очень вкусные и тут столько всего они так вкусно пахнут и говорят что очень свеженько скажите цены сильно отличаются дешевле чем вы обычно мы продаете отличаются конечно а на сколько дешевле ну мы в принципе работаем от завода я имею ввиду что вы я знаю где вы торгуете еще ваши ларечки здесь на ярмарке дешевле чем на рынке необычная цена совсем ну поймите же вырезка говядины закупки она тоже стоит денег поэтому по чем вырезка говядины стоит с сыром виде 140 гривен а наша в готовом виде в готовом тоже 140 получается да чем вы еще радуете людей чтоб на новый год праздники что покупали что есть у вас есть банкетная есть домашняя такая как в печи сделано как бы фирменная наша хорошая колбаской шашлычные колбаски которые можно с удовольствием покушать как шашлычок в готовом виде рулеты натуральные с чем рулеты это свининка готовая свининка рулетик грудки хорошие свежайшие почеревочки очень вкусные рулетик почеревочный очень вкусный шеечка ну вареночка наверное нам надо же не надо рекламировать все знают прекрасно любительская наша очень вкусная почем ваши копчености которые так вкусно пахнут почеревочек 149 гривен шеечка 147 гривен бедрышка 89 гривен это колбаска у нас и куриная 108 гривен а банкетная я не пробую никогда вашу банкет фирменную знаю а банкетную это что-то новенькое да это новенькая колбаска новенькая да сейчас только получила еще даже не разложила еще и вы меня врасплох ну утро утро да да машина пока доехала тоже дорога но она тоже в пределах 100 гривен за килограмм за килограмм да и говорите что вкусная очень вкусная мы просто запустили ее ну как люди боятся всегда первого попробовали потом начинать спрашивать тогда мы изучаем ассортимент покупателя и я думаю что люди довольны спасибо вам большое вам хорошей торговли с наступающими праздниками но цены вам показали рассказали а мы пойдем дальше посмотрим что есть еще мы прошли дальше здесь такой большой ассортимент рыбы все мороженое сейчас мы у девушки спросим что почем здравствуйте здравствуйте порадуйте наших гаражам что почем что есть цены у нас конечно дешевле чем на рынке мы работаем с оптового склада склад нас находится на автостанции выбор огромный сами видите и на гривен 5 это как минимум дешевле чем везде чем радуете что предлагаете у нас вот хорошая семга икра скумбрия селедочка у нас все жирное все красивое вот и вот он большой ассортимент всего скумбрия говорите вот это вот такие вы заморожены 85 гривен да вас цена есть вот по 75 донорежская чуть поменьше она просто поменьше да просто поменьше да там смотрю у вас есть еще мидии креветки да по чем мидии мидия у нас 130 гривен нет килограмм это на сцене все килограмма да цены килограмма они тоже мороженые или у нее уже приготовить не нет она уже это полуфабрикат заливается кипяточком там уже добавляете себе приправки по вкусу в тушу как любит креветочки крабовые это все тоже уже идет как бы готовая продукция там уже по вкусу кто как любит себе там соли добавляет креветочка 200 гривен килограмм такая вот 350 гривен килограмм крабовые палочки есть еще водный мир но закончился вот будет понедельник свежий новый завод как часто к вам приходит новый товар ну каждые два-три дня мы меняем товар меняете да у нас товар быстро уходит у нас есть точка на рынке у нас есть тоже там огромный то есть можно приходить у вас всегда будет свежее и можно не переживать до 100 процентов 100 процентов все свеженько это королевский хер а он что мало костей у него а там нету костей там идет да там идет хребет мясо розовые и очень такое полезное для деток чем полезно красная рыбка она не жирная не жирная да вот хорошо хорошо запеченная вареная давать деткам и сами тоже кушать столовый хек вот такое филе очки у нас тоже вот недорогие тоже всем свежим спасибо вам большое так ну цены и вы увидели тут сказали что все свежее но мы пойдем погуляем еще посмотрим что есть какой же новый год без мандарин и апельсины тут они тоже есть здравствуйте расскажите что почем откуда и сладенькие турция 32 гривны сладенькая это присылка тоже турция 30 гривен сладенькая тоже это тоже турция 35 гривен тоже очень сладенькая бананчик тоже турция 30 тоже сладкий хороший вас все турция а что с косточкой с косточки все без косточки а шкурка у них такая шкурка нормальная толстая на мандаринах хорошая и сладкий да можно попробовать я сейчас попробую перчатку сниму а он подержит помогите мне пожалуйста косточек нет это самое время очень холодная нету косточек а ну сейчас ничего пробуем вот эту вы говорите что это тоже без косточек это потверже а это сладкая очень вот это которая по 32 вот такая она немножко кислее а вот это по 35 она сладкая и без косточек очень сладко классно так но мы пойдем еще погуляем с на ярмарке очень много колбасных изделий мясных и колбасных изделий но вот здесь вот львовские пишут колбасы и на прилавке все готовая домашняя продукция мы сейчас узнаем точно ли это львовская и почем здравствуйте расскажите что у вас хочу у нас много-много чего интересно у нас от мяса от от кролика вплоть до 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 много чего ну ясно конины оленины нету уж извините есть курочка запечена есть катечка вот очень красивая на новый год поставить поросятка вот поросятка вот это вот поросенок мой класс это целый поросенок двести пятьдесят гривен на килограмм он выходит где-то триста а давайте мы возьмем вот с вами и свесим сколько это выйдет мне просто интересно посмотрите на это чудо а есть чудо поменьше там тоже поросе 1 а я не вижу тут манюсенького а вот он вот он смотрите какое круто смотрите смотрите какой поросенок класс да вот такой поросенок а этот поменьше двести сорок маленький навес килограмм 240 ну где то 160 170 гривен а что шестьдесят семьсек а давайте мы посмотрим вот большого на да покажите покажите вот побольше Смотрите, какое чудо, класс. Чудо, даже хвостик есть. Так, давайте посмотрим, что у нас выйдет. Вот на 326 гривен 25 копеек. Ага, вот такое. Почти, почти угадала. Классно, классно. Что еще? Я смотрю, у вас тут и с грибочечками. У нас есть индюшечка, индюшечка вот с грибочками. У нас есть рыбный хлебец запеченный. Это вся продукция запеченная в печи. Есть рулетики с грибами. Люди путают сыр с омлетом. Это сыр, вот такой вот сыр. Да, куриный рулет, внутри язычок. Есть вот такой вот рулетик, вот его повернуть. Только что женщина брала. Тоже, это свинина внутри. Тоже все в сыре, ежик называется. Ну, потому что сыром натертое, оно как колючки. Есть вот очень интересный продукт голубцы. Это куриное гусиное мясо. Закручено в шкурочку. И называется голубец. Почем? Ой, вот 95 гривен, вот килограммчик. Что еще вкусненького тут у вас? Ну, тут все вкусненькое, верите? А вы тут брали уже? Я в прошлом году брала, я знаю, что они были. Тут все вкусно. Ага, скажите, пожалуйста, что вы брали, чтобы люди не боялись? У них даже сало было, да? У нас есть сало. А, о, сало, да. В прошлом году вы брали сало? Да, да. Сильно цены отличаются по сравнению с прошлым годом? Есть, есть, конечно, да. А что рекомендуется брали? Я сняюсь. И жизнь отличается по сравнению с прошлым годом. Поэтому вопрос каверзный. Я поняла. Но салями очень много интересного. А давайте мы вот еще по колбасам вашим, которые тоже домашние. Да, почем? Ну вот есть запеченное. Вот это запеченное в печи мы только-только получили. Даже разрежу для вас. Спасибо. А вы вообще пробовать даете людям? Конечно. Ну как же, что я не пробовать? Ну как взять колбасу и не пробовать? Тем более мясо. Без проблем. Запеченное в печи. Вкусненько. А с чего? Свининка? Свинина. Вкусная. О, падает. Ммм, классно. Да, да, да. Очень, очень, очень вкусно. Очень, очень вкусно. Спицы, я бы сказала, не очень много. Перец чувствуется, но нету такого, знаете, как бывает. Попробуешь домашнее. Она же прямо... Есть где с тмином колбаса. Вот файна с тмином она идет. Это какая? Да, вот колбаска тоже, вот попробуйте. Вот тут тминчик есть. Опять же, это на любителя тмин. А что, очень вкусно? Оно такое своеобразное? Ну, любитель от тмина, ну, как бы мало кто... Оно еще с сальцом идет, да? Да, да. Есть такое чувство. Есть паштет очень вкусный, вот кролик паштет. Это кролик? Это кролик, да, попробовать. Очень, очень вкусный. Не печеночный? Печеночный и с кроликом. Я просто печеночку не очень ем, поэтому... А вы попробуйте. Да. Скажите, дайте еще. Вы видите, я печенку вообще не ем. Я вам честно говорю, я печенку вообще не ем. Но оно не чувствуется, класс. Да, деликатес идет, очень, очень вкусно. Очень вкусно. Насколько я не ем печенку, но... Паштет. Ну, вот кролик, я скажу... Ой, очень. Люди попробуют и сразу же, давайте еще, давайте еще. Я его не успеваю вылаживать, но уже все. Это последний. Я утром не успела разложить коробки, как уже улетело, уже все. Печеночный кролик, очень вкусно. Паштет вот с заливной клюквой, вот тоже очень интересная продукция. Вот клюква сверху, видите? Паштет, обычный гусиный паштет из заливной клюквы. Тоже берут, очень вкусно. Сама, правда, еще не попробовала. Думаю, на Новый год взять. А вы вообще в городе у нас где-то торгуете этими же? Вообще я не торгую. Вообще я музыкант. Я тамада. Вот так вот, новогодний. Да. Поэтому как бы... А это вышло Новый год, сами понимаете, надо. Видите, на ярмарке работают медсестры, тамада, музыкант. Продают, радуют, радуют горожан вкусностями. Честно, очень вкусно. Очень вкусно. Посмотрите, еще вот колбасу нет в городе. Я еще не видела эту колбасу. Какую? Салями вот есть посыпки разные. Есть острое, перчик, видно, да, что это посыпка перчиком. Есть паприка. Так, сейчас я второй. Интересно. Это сыровяленая колбаса. Говядина. 440 кг, да? Да, да, да. Вот посыпочка есть интересная. Вот вчера привезли. Это, как говорится, травка-муравка. Понюхайте. Ой, пахнет. То есть, как бы оно опять... Оно идет шкурочкой, вот как это в разрезе. Вот хочешь шкурочку, можешь снимать. И кушать колбаску, а хочешь, можешь вот так вот. Вот есть вот еще круче. Есть кругленькие, как, не знаю, специи, перчик и все остальное. Тоже вот оно идет вот так вот. Тоже вкусно пахнет. Ну, та интереснее пахнет. Та интереснее. Она больше пахнет. А есть еще интереснее сыр. Это сыр? Вот это сыр. Спасибо вам. Вот это сыр. А по чем такой сыр? 370 кг, вот она в разрезе. Я даю ее пробовать людям. А, вы имеете на шкурочку сырное? Да. А, да. Сама это колбаска? Да, вот она только целая. Вот вчера привезли свеженькая. Очень-очень рада, что ее привезли, потому что люди приходят на Новый год. Хотя бы по чуть-чуть, хотя бы понемножку, хоть чего-то, хоть того, хоть того. Ну, я думаю, в этом году мы хороший Новый год встретим. Дай бог. И дай бог, чтобы хрюшка принесла нам, чтобы она спала и кушала, и мы спали и кушали. Как люди не говорят о том, что есть такая, что свинину на столе держать нельзя на Новый год? Ну, я насчет этого не обращаю внимания. На Забобо ныне поставлю вот эту хрюшку, я уже взяла, она у меня уже дома стоит в морозилочке, уже ждет Нового года. Вот, поэтому, ну, кто хочет, тот не ставит, кто хочет, тот ставит. Какая у кого разница? Нет. Кто верит, кто не верит. Так, ну, вы сами видели, тут все очень вкусно и так вкусно пахнет, поэтому приходите, берите, говорят, все свеженько. Львовские колбасы. Львовские колбасы. Но мы пойдем все-таки дальше, посмотрим, что есть еще.